Если не знать историю некогда столицы Поволжи, то может показаться, что Олег Палыч просто хвалит родной город. Хотя, если копнуть чуть глубже, это утверждение приобретает совершенно иной смысл. В этом году Саратову исполняется 430 лет, но основные испытания нам пришлось пройти за последние 80. Так, уже на третий день войны в Саратове насчитывалось 10 тысяч заявлений о добровольном зачислении в армию. За подвиги, совершенные во время Великой Отечественной войны, звания Героя Советского Союза были удостоены более 300 саратовцев. 32 саратовцы стали полными кавалерами Ордена Славы. По аналогии с Ленинградом, в годы войны путь по Алтынной горе и Саратова называли дорогой жизни, потому что только под ней осуществлялось автомобильное сообщение с осажденным Сталинградом. Сегодня у начала этой дороги возвышается монумент воинам-автомобилистам. В Саратове была сосредоточена значимая часть оборонно-промышленного комплекса Советского Союза. 338 различных предприятий выпускали продукцию для фронта. На территории Саратова располагалось 35 крупных оборонных предприятий с общим количеством рабочих свыше 60 тысяч человек. Саратов – родина одного из самых известных самолетов Великой Отечественной войны. Было изготовлено 13 569 самолетов Як-1 и Як-3 всех модификаций. Каждый третий самолет Великой Отечественной войны был выпущен в Саратове. В разное время в крае находилось до 30 военных училищ и школ, которые выпускали десятки тысяч офицеров. В первые месяцы войны на производство добровольно пришли свыше трех тысяч студентов в музыку и технику. Около 23 тысяч девушек и женщин. Тысячи подростков и пенсионеров. В годы войны Саратов стал пристанищем для культуры и науки. В 1941 по 43 годах в эвакуации в области находились Ленинградский госуниверситет, Московская консерватория, Государственный институт театрального искусства, Московский художественный театр, Киевский академический театр Красной армии и многие-многие университеты. В этом году Саратов борется за звание «Город трудовой доблести». И по сей день Саратов считается крупнейшим студенческим городом – политехнический, аграрный, медицинский, экономический, классический университет. Поэтому каждый год к нам приезжают абитуриенты со всей страны. За многие года труда и обороны саратовцы воспитали в себе уникальный и твердый характер. И, как утверждал Олег Павлович Табаков, именно такой характер позволяет добиться успеха в любой точке мира. И, как утверждал Олег Павлович Табаков,